приветствую вас мои друзья и гости канала всем огромнейший привет всем кто сидит на карантине не знаете что я думаю пока у меня карантин я думаю что я немножечко кое-что доделаю в общем хочу я снять небольшой такой скажем обзорчик и хочется рассказать рассказать про город сочи и так далее ну и соответственно мне нужен были участки от магри и соответственно красной поляны но за один день это сделать не могу при всем желании потому что есть камеры которые нужно заряжать и так далее и поэтому мы соответственно кусочками 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 сейчас это все сделаем вот я вообще два куска сделал и потом соответственно материал который у меня я потом уже его возьму и уже там Там поверх него наложу звук в хорошем качестве и уже будет хорошо. Вот здесь я, в принципе, вчера доехал вот отсюда. И, в общем, вот здесь вот мы с вами прервались. Поэтому мы сейчас с вами проедемся по улице Виноградной, проедем сторону Адлером, проедем с вами по старой дороге, потому что по новой дороге, которая у нас в Дублер, Хурорный проспект, там ничего особого не посмотрите. А вот здесь вот именно ту красоту. Сегодня у нас 2 апреля. И, соответственно, здесь мы можем уже с вами посмотреть. А теперь будет видеоролик отдельно. И вот материал, который у меня снаружи на камере, тоже будет отдельным, потому что там я уже буду немножко пробовать этим сырым материалом уже что-то делать. Итак, ребят, мы заедем с вами по улице Виноградная. С правой стороны проехали на улицу, которая была поворотная улица Санаторная. Сразу посмотрите специфику Сочи, что здесь хорошо, что здесь плохо. Это, конечно, с парковками очень плохо. И вот, кстати, пока вот я сейчас еду, сзади меня стоит ноутбук. И ноутбук тоже у меня работает в том плане, что немножечко, немножечко, немножечко я скомпоновываю видеоролик один, что потом можно было красиво, ну и прям офигенно на все наложить. Ну, конечно, вот я говорил вам про Toyota, кто ездит на Toyota, это вот диагноз в первую очередь, потому что только, наверное, владельцы Toyota могут себе позволить вот именно вот так вот парковаться на пешеходном переходе. Притом пешеходный переход у нас для людей, которые, мягко говоря, ну не могут полноценно видеть. Здесь, соответственно, ничего хорошего нет. Что касается Сочи, Сочи открыт, Сочи не закрыт, гаичники, да, у нас стоят, ну и, соответственно, стоят с представителями ОМОНа. Не знаю, что они там хотят. Не знаю, первый раз в жизни я увидел ОМОНовца в Сочи. Ну, честно скажу, что до этого я никогда в жизни не видел. Что касается карантина штрафов, я не знаю. Я в любом случае, на всякий случай, если с кем-то буду контактировать, в том числе и с гаичниками, я одену маску, чтобы он меня в свою очередь не заразил. Ну, а сейчас я думаю, что еду в машине, никого не трогаю, ни с кем не встречаюсь, поэтому, как бы, ну да, карантин, но у меня карантин в машине. Вы видите, что другие тоже у нас перемещаются и, не знаю, ну, знаете, может быть, у меня шило в заднице. Я не могу сидеть дома просто так, я не могу, меня аж трясет, поэтому предпочитаю просто проехаться. Ну, опять же, сейчас домой поеду пораньше, потому что вчера я приехал очень поздно, пока вот все это, пока в Лазаринское съездил. Ну, и сейчас мы с вами все-таки посмотрим, что же здесь интересно есть. Итак, улица Виноградная. Что? Ну, во-первых, да, жилые комплексы, которые здесь имеются. С левой стороны сейчас, вот где церковь, будет у нас жилой комплекс «Сияние Сочи». Соответственно, там можно купить квартиру по 150 тысяч рублей за квадратный метр. Вот прямо перед нами это апартаментный комплекс «Олимпия», и там можно купить у нас апартаменты, это не жилое помещение, по 200 тысяч рублей за квадратный метр. С правой стороны, если мы с вами повернем улицу Пирогово, на Пирогово у нас есть жилой комплекс «Мингорд», там можно купить квартиру с ремонтом примерно по 200 тысяч рублей за квадратный метр. С правой стороны также мы видим с вами школу, которая идет с углубленным изучением, ну, как бы с медицинским уклоном, так скажем, с медицинским уклоном. С левой стороны у нас просто шикарнейшие частные дома, их стоят, не знаю, там, ну, очень дорого. Я думаю, что даже Испания, там, Турция в этом сегменте нам не конкуренты, потому что там действительно выстроены дворцы. И они стоят дорого, но по большому счету даже это стоит не строение дорого, а земля, земля, на которой стоят. Потому что все-таки с правой стороны вы видите у нас гранд-отель «Родина», один из самых дорогих отелей, которые есть в Сочи. Просто обалденная зеленая территория, блин, все супер, просто потрясающе. Если, например, мы пройдем дальше, почему вот выбрал именно эту дорогу? Ну, потому что это была та самая дорога, которая запомнилась всем вам, которые приезжали в 2010, 2009, 2006 году. И была эта одна единственная дорога, которая вела нас в Адлер. Я не буду показывать вам старую дорогу, это Новороссийское шоссе, по одной простой причине. Потому что она еще даже 15 лет назад была неактуальна, потому что дублер Ленина, да, у нас сделали гораздо раньше. Поэтому мы с вами все-таки доедем, доедем, доедем до Адлера и пройдемся по центру Адлера. И это будет, наверное, вернее. И пройдем до границы с Абхазией. Что касается машин, да, я бы не сказал, что мало, потому что время близ 20 у нас... Ой, время, извиняюсь, 20 минут 12 в четверг. И, в принципе, особо ничего у нас и не меняется. По идее, по идее, ну, должно быть машин гораздо меньше. Сейчас мы поставим на зарядку у нас второй телефон. Потому что один телефон может не справиться. А второй телефон, да. Подъехали мы к парку Ривьера. Вы его видите. Он у нас находится по правую сторону. И, в принципе, с 2008 года здесь ничего не поменялось. Вот, как вот эта дорога как была, так и осталась. Разметка как была, так и осталась. В общем, осталось все. Все по-прежнему. Только, наверное, пальмы чуть-чуть стали повыше. За бортом у нас сейчас плюс 13 градусов. Я бы не сказал, что тепло. Я бы сказал, что, как бы, температура была на прошлой неделе гораздо выше. Была и 20 градусов. Ну, что имеем, кто имеем. В любом случае, погода лучше, чем я, когда приехал 4 года назад. Потому что 4 года назад я застал только одни дожди. В любом случае, пасмурно. Я понимаю, что дождь может пройти. Вчера вечером был дождь. В часиках 8, когда я возвращался домой. Ну, в общем, посмотрим. Теперь, что касается дорог. Да, они пустынные. Да, у нас почему-то везде у нас стоят представители ОМОНа. Не знаю, что они там делают. Надеюсь, что они меня это не завернут. Ну, в любом случае, если даже что-то будет, у меня нет пока предупреждений. Ну, и в конце концов, если честно, я поехал за хлебушком. За хлебушком и за водичкой. Просто магазин был закрыт, наверное. Ладно, едем с вами дальше. Кстати, вот видите, подчистили. Наконец-то, да, у нас город похож на город. Ой, блин, вообще жесть. Вообще никого нет. Морской вокзал мы с вами проезжаем. Слушайте, ну реально, даже парк у нас отгородили. Да, даже по парку ходить нельзя. Представляете себе? А как же у нас? Ну, все равно, да, у нас есть смертники, которые на красный сигнал стафора предпочитают пройти. Не знаю, зачем, скажут. Все, все равно осталось мало жить. Лучше я умру под чьим-то, не знаю, автомобильным. Ну, бред, конечно. Ребят, вот я водителям рекомендую все-таки на красный сигнал стафора не проезжать. Ну, и, конечно, пешеходам. Пешеходы, конечно, те у нас еще деятели. Само собой такси работает, потому что куда уж у нас без такси. Поэтому, если кто-то хочет, там, вы за такси, такси без проблем подъедет. Стоят они, наверное, сейчас без работы. Каждому таксисту нужно кормить свою семью, платить за кредиты. Именно поэтому они и выходят. Не потому что им, там, не знаю, плевать на все. Нет, конечно. Что касается меня, да, у меня очень мало всегда на все времени. Ну, честно скажу, очень мало времени. Именно поэтому, говорю, я выбрал именно вот этот карантин для того, чтобы поснимать город. Я не буду снимать для вас объекты недвижимости, не буду снимать для вас вторичный фонд, хотя у меня целая куча звонков постоянно проходит. Но просто хочется вот показать вам, ну, город, какой он есть. Потому что, когда, например, в Сочи очень много у нас туристов, да, очень много людей, то чаще всего вы видите зад какой-нибудь машины. Сейчас же здесь немножко все по-другому. Решетки у нас, цепочки у нас ставили. Это у нас платная, точнее, штрафстоянка. И вот здесь я смотрю, у нас все-таки гаечники работают. Все-таки машина эвакуирует. Ну, видать, плохо эвакуируют. А вот здесь парковку у нас нарисовали. Я думаю, не себе, если он на пешеходном переходе стоит. Ну, как бы, все равно он не соответствует, я думаю, нормативам. Да, то, что сами нарисовали, это противоречит правилам наружного движения. Обычно вот в этом месте у нас стоит очень много автомобилей. Вот на этих островках безопасности. Ну, сегодня мы с вами видим, что в целом здесь все пустынно. Да, город, такое ощущение, как будто умер. И на этом фоне, конечно, таксистам хорошо, да. Нужно от пункта А до пункта Б спокойно преодолеть расстояние. И даже не напрягаясь. Потому что в целом мы едем с вами, ну, как будто такое ощущение, как будто едем ночью. В два-три часа ночи, когда я людей встречаю в это время с аэропорта, то обычно вот на улице вот такая же картина. Ну, не подрезай, ты убой. Не подрезай. Соответственно, сейчас мы потихонечку тоже всех этих обгоним, чтобы вам не смотреть страшную жопу. Ну, здесь как бы тоже сплошная линия, поэтому я не буду никого провоцировать. Смотрите, у нас пешеходы не стал пропускать. Это потому что правый рулет – это диагноз. Правый рулет – это диагноз. Он и с собаточками гуляет. Думаете, даже вот здесь, да, у нас закрыли переходы. Прикольно. Вот этого, кстати, я не знал, если честно. Зомби-апокалипсис. Ну, да, рестораны, как я вижу, закрыты, потому что есть, вот, например, есть штрафы или, да, там, например, если там ресторан открыт, или еще что-нибудь, там штраф 500 тысяч рублей, 30 тысяч рублей, 30 тысяч, да, а физлица штрафы немножко поменьше. Ну, и, соответственно, как бы, что ты физлицо штрафуешь, что юрлицо одинаково. Поэтому, что я могу сказать? Наши органы, да, они молодцы. Они стараются себе более маржинальные такие, скажем, штрафы собирать. Поэтому жестко мониторят юрлица. Жестко мониторят юрлица. Нифига себе. Видели зеленого человечка с автоматом? Е-мое, ну, что там, осадный город, что ли? Офигеть. Вы видели это? Ну, серьезно. Офигеть, с автоматом, блин. Шутить нельзя. Шутить нельзя, однозначно. Я думаю, что можно прикладно по башке получить, и все. А все почему? Да, потому что нельзя у нас сопротивляться правоохранителям органов. Идей мы не можем дать сдачу. Ребята, вот мы с вами проехали, в принципе, всю территорию Золотого Треугольника, потому что мы стартовали там, именно территорию Золотого Треугольника. От улицы Виноградной, которая идет с пересечением Санаторной, и, в принципе, до Денрария, до низа. Это то место, где у нас отсутствует железная дорога. Соответственно, Виноградная как бы еще не такая высокая по цене. Но вот, например, то место, где мы проехали, это низ Светланы, это район Зимнего Театра. Это, конечно же, район Парк Ривьеры. Там все дорого. И ценник начинается от 200 тысяч рублей за квадратный метр. От 200. Почему дорого? Да потому что можно погулять, в конце концов. И, ну, действительно, как бы иногда хочется гулять, потому что не хочется брать автомобиль, ехать там платить за парковку, потому что в центре вы нигде бесплатно не припаркуетесь. Ну, опять же, то, что я озвучил вам цену за квадратный метр, это не выводит в том, что вы будете обеспечены, например, парковочным местом. Помимо всего, вам еще нужно будет подумать про парковку. Парковки начинаются от 1,5 миллионов рублей. Это если вы берете квартиру на Первомайской. И, соответственно, до 7,5 миллионов рублей, если вы берете, к примеру, себе квартиру на Театральный 11. Там, где у нас с Театром проезжали, там, где у нас располагается ресторан Баран Рапан, вот там, например, парковочное место в этом доме стоит 7,5 миллионов рублей. Многие из вас хотят в том районе купить квартиру трехкомнатным за 7,5. Там парковочное место. И даже это не гараж, ничего. Это просто подземный паркинг. И он стоит 7,5 миллионов рублей. В любом случае, да, у нас люди все-таки работают. Ну-ка, давай посмотрим, что мы там. Маски, боксерские перчатки, оружие. Все, что мы будем над собой. Маски, здравствуйте. Так, просьба. Без особых причин не уезжай, хорошо? Да-да, я сейчас уже назад купил. Рекарства там, что-нибудь купить, туда-сюда. Воды и хлеб, и все. Все, берегите себя. Местный житель же? Конечно. Водительская не увидел просто. Нет, водительская, водительская. А житель, житель. Здесь она просто не увидела сейчас. Вот. Все, Максим Владимирович, коломенец. Это знакомая фамилия у вас. Спасибо. Так, берегите себя. Спасибо. Своих близких. Все, всего хорошего. Всего хорошего. Ну что, остановили. Я думал, что остановили за то, что я нас опередил. Как это называется, Стас? Опередил у нас автомобиль, который у нас обочиной занимался. Ну, ничего страшного, да. Молодцы, видите, какие добрые, хорошие. С одной стороны, да, блин, вот эта эпидемия, она немножко всех объединяет, сплочает. Ну, это круто, с одной стороны, да. Вот, ну, реально, как бы это хорошо. Ну, почему-то он спросил про боксерские перчатки, еще что-то. Ну, не знаю, зачем он решил постеваться. Вроде бы, я на боксер не похож, как многие из вас говорят, и похож на старика-разбойника. Кстати, вот здесь мы проехали с вами район, который называется у нас Приморье-Благодать. Соответственно, это у нас улица была поворотная Исауленка. И тоже, например, если мы с вами рассмотрим вариант от Бытки до Исауленка, это у нас самый зеленый райончик. Те люди, которым нравится зелень, которым там хочется быть, прям, чуть бы там не в лесу, но при этом, чтобы был потрясающий вид на море, то вам сюда. Есть такие жилые комплексы, как Благодать, есть такие жилые комплексы, как Усадьба, и, конечно же, есть Моравия. Если хочется, чтобы рядышком была школа, там детский сад, то это у нас жилой комплекс Атлантис. Ну, и, конечно же, если хочется, хочется, хочется уже готовое зданное жилье, то это Белый дворец, White Palace. Ну, действительно, круто, классно, ну, проблем я там не вижу. Ну, горы, косогоры. Понимаете, многие из вас хотят вот у нас ровную поверхность и при этом потрясающий вид. Ребят, такого не бывает. Вот даже если мы даже возьмем квартиру в парке Горького, если даже возьмем мы с вами там 16 этаж, но он находится на ровной поверхности, ну да, там вид есть как бы на город. Ну, такого вида, как, например, с жилого комплекса Южное море, которое находится на Исауленке, да, например, третий дом. Какой вид там, например, открывается с 12-го там, с 13-го этажа, вы там просто такой вид никогда в жизни нигде не увидите. Там просто там море, как на ладони там, ну, как бы так. Поэтому нужно четко понимать, вам либо нужен вид на море, и это будет гора. Либо вам нужна ровная поверхность, чтобы можно было там с коляской спокойно пройтись, еще что-нибудь сделать. Но это вида как такового не будет, потому что мало у нас домов, мало у нас каких-то небоскребов, которые там действительно могут идти похвастать. Город в Сочи весь какой-то дымки какой-то, в какой-то дымочке, поэтому не знаю, что здесь. Кстати, вот я серьезно говорю, вот многие там спрашивают, я выехал за водой, потому что я вчера забыл купить воду, и надо купить хлеба, ну и продуктов нужно взять. Почему-то, знаете, ну я знаю, как у вас, но вот, нафиг это когда я где-то дома сижу, почему-то делать нечего, ты начинаешь так и есть, и есть, и есть. Не знаю, как вы, но мне кажется, что когда ты дома находишься, ты съедаешь гораздо больше, чем когда ты на работе, потому что там, ну что делать, там взял там, сыграл в тамчике, да, сыграл еще во что-нибудь, да, посмотрел тупые сериалы, вот на ПТНТ сейчас смотрел, блин, какая тупость показывается, просто жесть. Посмотрел, и все, и что еще остается? Да ничего не остается, как есть. Ты берешь, жрешь, 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 жрешь и жрешь. Ну и, ну мужики там, может быть, еще могут и пить в это время, но что еще делать, если не пить? Ну вот как бы так, сегодня спейди должна была быть баня, но пока я не знаю, будет баня или баня не будет. Вот эта дорога у нас уже, если не ошибаюсь, этой дороге уже 30 лет, а вот, например, сверху у нас идет параллельная дорога, Новороссийское шоссе, и там у нас находится какой-то район, который называется Приморье Благодать. Четыре года назад, когда я сюда приехал, первый раз я смотрел жилой комплекс вместе с папой, есть у меня канал, на канале видео и вместе с дочкой, это был у нас жилой комплекс Анна, и там это был единственный дом с бассейном, на горе находился, и больше там, в принципе, особо ничего и не было. Дорога не самая лучшая, но вот как бы такое. Но за последние четыре года, там, да, вот потом спустя три с половиной года, потому что тот сюжет я снимал в июле месяце про жилой комплекс Анна в 2016 году, там, конечно, все поменялось. Во-первых, там вырос жилой комплекс Радужный, там вырос жилой комплекс Лилия, выросли также у нас жилые комплексы Бавария, если не ошибаюсь. Так же наверху, прям, не знаю, там, прям выросли, там, наверное, штук пятьдесят домов хай-теки, как не совсем и дорогие, которые можно купить, там, за двенадцать миллионов рублей, там, да, вот там особо без земли. Так же, как и дорогие, да, которые можно купить, там, за пятьдесят миллионов рублей. Там же есть, там, красивый фарферный дом, который тоже там стоит около полтинника. В общем, много чего там получилось. То есть, и самое интересное, люди покупают, хотя дорогу туда не самая лучшая, потому что, например, что-то заехать, нам нужно сейчас повернуть направо, на мосту развернуться налево и за туннелем поехать вверх, как бы так. Ну, конечно, забыл я еще сказать про дом Эко-Хаос, Эко-Хаос-2, который до сих пор не достроился. И вот, видите, да, без поворотника, без чего, раз резко и подвинулся. Ну, как так? Ну, зачем так? Зачем так жить? Ладно, давайте продолжим с вами. Потихонечку все-таки проедем. Вот здесь мы с вами проезжаем к Хосту. И, в принципе, все говорят, там Хосту тоже зеленое место. Но в Хосте нет жилых комплексов, которые бы вам понравились. Ну, сто процентов. В Хосте, в основном, старый фонд. То, что строится, по сути, это не Хосте-2014, это больше похоже на незаконное. Но, опять же, да, это будет законно, когда дом сдадут, когда будут все эти условия, когда будут получены коммуникации, когда будет право собственности, когда не будет у нас никаких, там, например, предписаний под снос и тому подобное. Например, в Кудепсе есть такой домик один, да, строился с разрешением строительства. Строился на земле предназначенный квартиру дома. И в один прекрасный момент, когда люди получили право собственности, когда люди прописались, когда люди... Я про Атланта говорю, а Астрицкого. И раз, и почему-то дом признается у нас незаконным. С чего бы это, непонятно. Понимаете, с чего бы это, непонятно. Поэтому, 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 поэтому я предпочитаю такого рода дома не продавать, даже на стадии стройки. Потому что раньше у меня был печальный опыт, да, у меня там был Макс, разрешение есть на квартиру, начало и дом. Это есть, а потом раз, как в случае Атланта, и хоп, оказывается. И почему-то дом под снос. С чего бы это, непонятно. Кстати, здесь дорога у нас в Кудепсу съест. И вот по левую сторону у нас как раз вот есть у нас первый у нас жилой комплекс Атланта, он ближе всего, Искра Атланта, он ближе всего находится к морю, да, там, там расстояние всего лишь 400 метров. Второй дом, который это жилой комплекс, новый дом, который устроился по федеральному закону 214, который сдался, люди там живут, все счастливы. Дальше, если мы проезжаем, мы с вами попадаем в жилой комплекс Центра Б, который устроится по федеральному закону 214 и который будет сдан в первом квартале следующего года. И там цены начинаются от 130 тысяч рублей за квадратный метр. И чуть дальше у нас есть жилой комплекс летний, который раньше хотели бы назвать тропики, потом все-таки назвали летний. И на данном этапе, пока ее там оформление все, ну, цена вроде бы начинается от 110 тысяч рублей. Но пока они продаются и не бронируются. С левой стороны мы видим с вами жилой комплекс Морская Симфония. Три дома были построены еще 4 года назад, а вот последние 4 домика, они вот сейчас по старому разрешению на строительство, они достраиваются. В целом, как бы домики по-настоящему красивые, как говорит каждый мой клиент, который приезжает, эти бы домики до куда-нибудь в центр Сочи, было бы супер. Но, но-но-но-но-но-но, разрешение было получено еще когда можно было такое строительство вести, такие высокие дома, и сейчас уже, ну, вряд ли получится получить разрешение вот на такого рода строительство. Вот как бы так. Поэтому, если вдруг кому-то хочется вот именно жить в хорошем, красивом современном доме, то вы можете приготовить 170 тысяч рублей за квадратный метр и зайти в стройку. Я думаю, через год стройка будет полностью завершена. Опять же, обещаю, что там будет бассейн, там будет коммерция, там хорошая будет детская площадка, спортивная площадка. Единственный минус, ну, их два минуса. Первое, что рядышком находятся частные сооружения, и здесь периодически подванивают. И второе, это, конечно, к морю дорогу. Да, на море вы можете идти, но там просто жесть жестянская. Там купаться просто невозможно, потому что самый грязный кусок моря именно вот находится в районе курортного городка. Потому что с улицы Арбитерская, с улицы там фермерская и тому подобное, всякая говняка, я не побоюсь этого слова, она почему-то прям стекает в воду. Потому что раньше здесь был частный сектор, здесь не было у нас квартирных домов. И, в принципе, по левой стороне иметь свой домик там с видом на море, ну, было круто. Но после того, как уже негде стало застраиваться, эти все места стали застраиваться, да, тавтология, то, конечно, там уже особые дома частные не покупают, потому что все это вокруг в вестевых домах. Рядышком может вырасти какое-нибудь 16-этажное здание. Он, его могут признать незаконным, само собой, разумеющееся, но от этого никому ни холод, ни жарко. Она все равно будет стоять и раздражать, раздражать вдруг, когда не сдастся или еще что-нибудь. По поводу не сдачи домов, блин, я, как бы, придерживаюсь того, что, как бы, надо все-таки те дома, которые есть, надо довести до логического завершения, потому что из-за этого не должны страдать люди, а уже новые дома, которые строятся, да, ну, там нужно, как говорится, бдительно смотреть, потому что, знаете, тот случай, когда лучше, ну, заранее, там, на стадии зародыша зарубить, чем, не знаю, в конце. С правой стороны мы видим с вами железнодорожный вокзал Адлер, с левой стороны есть жилой комплекс Triumph, один из самых интересных жилых комплексов и безопасных в Адлере, ну и, соответственно, вот именно на вот этом железнодорожном вокзале заканчивается, заканчивается железная дорога, потому что, где курорт на городах мы проезжали, там вдоль морга железнодорога, и там ширина полосы, полосы, вот именно пляжной полосы, там от трех до восьми метров, а вот здесь, вот за железнодорожным вокзалом уже начинается, так скажем, золотой треугольник 2. Что значит золотой треугольник 2? Вот, в принципе, Адлер, он дешевый, вот начиная вот от этой локации, вот начиная вот от Гринселла и так далее, здесь цена, ну, нифига не низкая, потому что здесь ровная поверхность, есть вся инфраструктура, из минусов только это низколетящие самолеты, когда пролетает, такое ощущение, как будто война началась, ну и, в принципе, для некоторых минус это, конечно же, очень много, очень много чего, кого, ну-ка, да, все верно, очень много абхазов, армян и тому подобное, ну, потому что у них свой менталитет и, как бы, не каждый там готов с ними, да, хотя я еще раз повторюсь, как бы, нет плохих наций, есть плохие люди, как бы, есть и русские непорядочные, есть и армяне, просто красавцы, которые строят, вовремя сдают, как бы, и с ними приятно работать, там, которые не кидают людей, да, такие люди есть, да, я таких знаю очень-очень много, и по мне, так вот, например, армяне больше по душе, даже чем русские, потому что армяне, они, как ни крути, они все работают, они все при деле, особо из них нет много там бездельников, они пашут, в отличие от нашего русского мужика, который предпочитает сидеть дома и критиковать власть, критиковать всех вокруг, и все вокруг него плохо, и при этом прекрасно понимает, что он палец на палец не ударил, чтобы что-то сделать. Вот здесь, кстати, если направо повернем, раньше был просто обалденный частный сектор, где можно было остановиться, где можно было остановиться, там, на улице 8 марта, на улице Павлика Морозова, и действительно можно было относительно недорого отдохнуть, например, я в 2006 году приезжал и отдыхал на улице 8 марта, под просвещение, потом улица 8 марта идет, и, соответственно, всего лишь там, как бы, платили 200 рублей с человека. Ух, ничего, я себе-то повернул. Офигеть. Ладно. Тоже, как бы, здесь проблема с парковками, потому что много выросло гостевых домов, вы сами это все прекрасно понимаете, сами прекрасно видите, и припарковать машину здесь, ну, больше невозможно. Кстати, вот это была раньше одна единственная дорога, по которой мы могли с вами доехать до Абхазии, потому что рядышком, где мы проехали с вами на железнодорожный вокзал, была маленькая такая дорога, которая вела на Красную Поляну. Если, например, кто-то хочет представить, как это примерно было, если поедете, например, на экскурсию в Абхазию и поедете, например, на озеро Лица, то вы там как раз это все и увидите. Вот такой же был поворот, такой дорога отходила, да, там висел знак, движение без остановки запрещено, был шлагбаум, ну и, в общем, всегда там образовывалась жесткая пробка. Еще даже в 2006 году, просто и в 2007 году, когда мы здесь отдыхали, пробка была прям сильной. Потом, соответственно, сделали развязку, поэтому мы сейчас спокойно пролетели, ну, супер. Вот это у нас, в принципе, часть, с левой стороны, это как раз рынок, все, ну, особо сильно не поменялся. И вот в этом месте, где мы начинаем с вами от железнодорожного вокзала делиться и в сторону Нижней Мерзинской Низвенности, особо дешевого здесь ничего нет, потому что возле моря нет железной дороги, это раз. Во-вторых, ровненькая поверхность, и этот район сочетает в себе потрясающий вид на море и, соответственно, потрясающий вид на горы, потому что, например, такие красивые горы, как в Адлере, вы нигде в Сочи не увидите. Действительно классный вид, просто потрясающий. Правда, честно, но особенно веселый. И мы сейчас до этого доедем с вами. С правой стороны у нас ГИБДД Адлером, сразу скажу, переоформить машину там очень тяжело, там, конечно же, все свои, там, конечно же, все там по блату и тому подобное, поэтому ты стоишь в этой очереди как дебил, и в итоге ты приходишь к тому, что ты оплатишь 3000 рублей и тебе без очереди все делать в течение 10 минут. Понимаете? А так, как бы, тебя футболят, 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 футболят. Вот один из минусов именно Адлера – это жесткая коррупция, потому что здесь реально как бы все по блату, все по это. И вот, например, у нас, почему здесь много так недостроев, почему здесь так много домов незаконных, почему в Адлере за прошлый год снесли 20 домов на квартирах, именно потому что здесь прям был у нас УПГ, где у нас и был задействован и судья, и представители полиции, все подряд, и получается все, которые были у нас объекты узаконены через Адлеровский суд, там через одну судью не буду говорить фамилии, то, конечно, эти все суды, даже там 5-7 лет недавности решение суда вводят домов в эксплуатацию, были признаны незаконными. Ну, вот как бы так. И эта, кстати, дорога была, и она вот осталась в том виде, который и была до этого. И вот, соответственно, по этой дороге мы с вами спокойно могли в 2006-2008 году доехать то куда? Ну, правильно, до Веселого, до Абхазии. Раньше Веселое, чем оно было, чем оно было хорошо, да, особенно совхоз России, не было этой Олимпийской набережной, ну, красивой Олимпийской набережной, кто-то меня правит, да, но была, блин, пляжная полоса почти 200 метров, ребят, 200, где-то там 300 метров, просто там были нудистские пляжи офигенные, да, жили у нас там староверы, да, вот если мы там рассмотрим, там где находится сейчас Олимпийский парк. И, соответственно, даже когда я сюда приезжал в 2006 году, я проехал первый раз в совхоз России, там купался, и мне понравилось, потому что, например, в Адлере, да, если мы берем с вами пляж Чайка, там волнорезы эти страшные, дикие, да, там галька такая большая была, там постоянно волна была, то когда ты проезжал Нижне-Имертинскую низменность, вот в данном случае в совхоз России мы ездили, там, конечно, было классно, там не было волны, ничего, и мы периодически туда ездили. Но, опять же, проехать было тяжело, потому что вот этот мост через реку Мзин, который мы с вами проехали, ну, блин, там постоянно тоже была пробка, даже в шестом-седьмом году постоянно была пробка. Ну и вот, соответственно, вот она, та самая дорога, вот она вела, вот она через у нас район. Если честно, вы меня, конечно, поправите, но я не могу понять до сих пор, как же правильно говорить, Блинова или Блинова. По идее, фамилия, фамилия, по идее, да, ну, понимаете, вот у меня есть друг, вот, например, ну, был друг, да, у нас Сочи разлучил, да, Константин Андреенко, я не знал, вот мы с ним общались 10 лет, я не знаю, у него фамилия была Андреенко или Андреенко, ну, понимаете, либо Андреенко, я не знаю, на что делать, ну, как бы ударение, и вот здесь вот, ну, Блинова, не знаю, может, Блинова, я не могу сказать, ну, в общем, именно вот отсюда, ну, через этот промежуток у нас шла дорога, и вот чем был хороший совхоз Россия, что это больше было похоже на, не знаю, такое, на садоводчество, и там были узенькие дорожки, такие маленькие, комфортные, и тем самым там, ну, как бы действительно была тишина, спокойствие, и, ну, было круто, действительно круто было, ну, скучно было, потому что рынок основной находился у нас в Адвере, где мы с вами проехали перед рекой Музынта, развлечения находились в Адвере, либо в Сочи, ну, там такой был такой спокойный, именно пляжный отдых, сейчас, конечно, там тоже пляж хороший, но по сравнению, ребят, вот я так до сих пор помню, по сравнению с тем пляжем, который был в 2006 году, это небо и земля, действительно был широкий раскат, и все, только не хватало у нас чего? Все верно, не хватало песочка, вот, да, 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 этот микрорайон у нас уже становится дешевле, немножко, да, чем, например, возьмем с вами совхоз России или район Олимпийского парка, но он безопасней, во всяком случае здесь сносят, но всего меньше, хотя тоже сносит, рассвет сносит, уже камбайский, а вот с правой стороны у нас как раз дорога, которую построили, которая называется дублер, ну и, кстати, хороший домик, такой классный, все, и здесь хорошее дерево росло красиво, и зря его срубили, обалденное дерево, как же он назывался-то, ой, забыл, ребята, как он назывался, память, это уже все, ой, блин, ладно, забыл, с левой стороны вы видите жилой комплекс Свет, рядышком домик уже его разобрали, он уже максимально, да, кто-то говорил, что его не будет разбирать, нет, его разбирают, и помню, мне там представитель застройщика звонил, там, ты про наш объект сказал, та-та-та, и я сказал, говорю, этому представителю, говорю, ребят, ну, построите, сдайте дом, я говорю, перед камерой возьму, извинюсь, говорю, ну, вы же знаете, что это законно, да мы все сделаем, я говорю, может быть, это можно было сделать пять лет назад, но сейчас, не сейчас, поэтому я стараюсь, вот, ну, ничего такого, вот, ну, не, все, блин, даже, даже если в Адлере объект готов, издан, из документами, я пятьдесят раз подумаю, продавать его или не продавать, рекламировать или не рекламировать, потому что я вижу, сколько было аннулировано решение судов о воде эксплуатации, вижу, сколько домов было у нас под снос, поэтому не готов я рисковать, на этом фоне, как бы, есть очень такая умная компания, да, неометрия, и они вот на этом фоне начали строить дом по федеральному закону 114, при том дома очень страшные, да, там, ну, реально страшные дома, вот, ребята, вот, как бы, я понимаю, что мы с вами партнеры, все, но, как бы, я же правду говорю, поэтому не обижайтесь на меня, ну, реально, там, маленькие эти окна, все, ну, морально устаревшие, да, вот, например, вот, продается морская симфония, да, 150 тысяч рублей за квадратный метр, 170, и продается жилой комплекс фруктов 150-170, но жилой комплекс морская симфония красивый, современный комплекс, а здесь берет только локации, понимаете, у нас принцип сейчас такой в Сочи, если вдруг дом находится в попе мира, блин, он просто будет потрясающий, он будет сделан шикарно, а если дом, например, как жилой комплекс Рос-де-Мар находится в хорошем, классном месте, да, ровно поверхность, центр, все, то он будет, как бы сделан хуже самой бюджетной жпшки, это будет супер-мега-лютый эконом, и люди готовы будут там покупать только благодаря тому, что там в свою очередь у нас что, ну-ка давайте посмотрим, про все правильно, из-за локации, но вот хочется все-таки, чтобы был баланс, чтобы была и локация хорошая, и чтобы дом был хороший, качественный, а вот таких вариантов очень-очень даже мало, ну, реально мало таких вариантов. Ну, с вами, мы с вами доехали до Веселого, ну и вот, соответственно, раньше, если мы ехали с вами в Абхазию, потихонечку мы ехали с вами прямо и попадали на границу. Сейчас же сделали здесь дублер, и немножко все поменялось. Кстати, давайте я еще все-таки, знаете, что, вот до границы с Абхазии доеду, и все-таки новую часть тоже немножечко вам прям покажу, пока все хорошо идет. Вот здесь у нас рынок, и вот с этой стороны у нас вот жилой комплекс уже урожайный, да? Какой страшный колхоз сделали, с этим стеклением, все просто жопу, ни по-другому никак не скажешь. Граница с Абхазией у нас прикрыта, никого не впускают, не выпускают, это нормально. Нефиг заразу в Сочи нести. И нефиг заражать Абхазов. Ну и, соответственно, мы здесь тоже проезжаем с вами. Как раз сейчас посмотрим совхоз России. Этих домов не было никаких, вот с левой стороны все, что есть, появилось гораздо позже. РЖД строя у нас строили здесь, и расселяли тех людей, вот, например, вот на этом месте были дома, да? Здесь появилась дорога, их надо было как-то расселить. Вот их и расселяли потихонечку. Ну а те дома, которые все-таки люди взяли компенсацию, да, там можно было взять, но строили дома под каждого, да, чтобы никто не остался под, ну, чтобы никто не остался без крыш над головой. Соответственно, потом, где-то годика-три назад, администрация Сочи выставляла эти олимпийские коттеджи, вот, именно на аукционе. Соответственно, совхоз России. Здесь мы с вами видим, давайте сейчас немножко прям проедем вперед. Здесь у нас есть парк, небольшой, муниципальный. Парк отдыха тоже закрыт. И вот здесь просто было шикарнейшее место для отдыха. Сейчас здесь у нас открылись отели, например, Спортин. Мы тоже в этом отеле были. Прикольный, кстати, отель. Много спортивных площадок, много чем можно здесь заняться. И бассейн есть. Как-то мы здесь праздновали. У нас день рождения компании Элитной Сочи. День рождения у нас компании летом. У нас обычно в компании Элитной Сочи проходит два мероприятия. Мероприятия это летние, да, это у нас такое день рождения. Ну и корпоратив это Новый год. На всех мероприятиях я присутствовал. Ни одно мероприятие я не пропустил. Да, может присутствовать не так много, потому что в тот случай, когда, например, Новый год, ты можешь получить какую-нибудь премию. Ну, реально можешь получить премию. Поэтому, как бы, я не пропускаю. Ну, и само собой грамотно. Потому что с первого мероприятия, которое было в июле месяце, не успел я, там, не знаю, отработать даже трех месяцев. Ну, мне дали там целую кучу грамот, быстрый старт, и тому подобное. Потому что я приехал и сломал, сломал представление о риэлторах. Сломал стереотип, что риэлтора это обманщики в Сочи, и все строится на обмане, фейкные объявления и тому подобное, заманухи, все я выстроил по-другому. И, кстати, 10 апреля этого года будет ровно 4 года, как у меня появился канал. Ровно 4 года. Здесь, кстати, раньше было у нас болото. Мы его пробовали высушивать. И вот видите, например, да, очень такие низенькие деревья. Знаете почему? Потому что под нами, ребят, от двух до, почти до трех метров бетона. Потому что сначала сделали поменьше, но был, небольшой был шторм, были дожди, и все здесь смыло к ядре не фини. Вот это все у нас на бетонке. Именно поэтому я и не желаю вот здесь жить, потому что я не хочу жить на бетоне, ребят. Не хочу жить на бетоне. Столько человечков вокруг. Видели, везде по кругу стоит. Офигеть. Все в масках. Что они здесь пытаются найти, непонятно. Вот смотрите, здесь сектор частного. Здесь, вот, короче, в апреле уникальное место. Здесь сотка земли стоит 5 миллионов. 5 миллионов стоит земля, ребят. 5 долбаных миллионов рублей стоит сотка земли. Сотка земли. Поэтому, конечно же, как бы здесь и априори не может быть там, ну, ничего такого дешевого. Потому что, ну, дорого. Дорого, 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 еще раз дорого. Значит так. Ладно, давайте по-другому. Кстати, данный жилой комплекс тоже все пытается судиться. Вот в этом месте. Почему? Ну, потому что здесь только разрешена 12-метровая застройка. Превышенная. И вот, скорее всего, вот, видите, уже я знаю, что есть решение суда. Сейчас вы пытаетесь оспорить, что, кстати, это до Зелененького останется. А уже поверх Зелененького, поверх Зелененького уже, скорее всего, ребят, будет снесен. Ну, реально будет снесен. Мы сейчас с вами проверим. А мы такое ощущение, как будто я заехал под кирпич. Хотя не должен был под кирпич заехать, по идее. Не вижу я знаков. Нет, не должен. Здесь у нас вот такие дома. Собачка хорошая. Не то же, кто как переделал, но эти дома вот именно у нас строили РЖД. Здесь, кстати, есть садик частный. Много чего здесь есть. Реально, много чего здесь есть. Сейчас мы с вами поедем налево. Какой маневр сделал, чтобы поедем налево, чтобы не возвращаться. Потому что, если, например, мы туда проехали, направо, то будет замучиваться с вами разворачиваться. Ну, перекресток очень сложный, ребята. Очень сложный перекресток. Здесь самое главное, не оказаться навстречу. Все, извиняюсь. Ну, и давайте немножечко посмотрим. У нас Олимпийский парк. Прям совсем чуть-чуть. Все пустынно, да? Мертвый город. Сделали, кстати, широкую разительную полосу. Наверное, для того, чтобы муж мог здесь проехать спецтранспорт. Потому что раньше она была гораздо лучше. Здесь только свежий асфальт сделали. Вот это у нас, кстати, вот те места, где у нас с правой стороны расселялись в том числе спортсмены, участники Олимпиады. Потом, соответственно, пробовали сдавать. Но под сдачу здесь не пошло. И, соответственно, разделили на апартаменты и стали продавать. Ориентир 200 тысяч рублей за квадрат. 200 тысяч за квадратный метр. Здесь Сочи парк-отель. Бывший отель Айзимут. Его у нас отвернули и так далее. Кстати, вот тоже вам показывают этот район. Да, это у нас сейчас, у нас стал поселок Сириус. Не буду про него ничего много говорить. Потом сниму отдельный сюжет на эту тему. Поэтому вполне возможно, что он будет закрытого типа. И здесь, скорее всего, уже как бы свободного доступа не будет. Кстати, вот здесь есть у нас хорошая площадь, где должен был построен Диснейленд. Ну, здесь пока у нас русский Диснейленд. Особенность данного русского Диснейленда, который называется Сочи парк, в том, что здесь нет у нас заграничных героев, сказок. Здесь все свои. Что значит все свои? Это значит, что мы сейчас с вами будем разворачиваться, скорее всего. А нас перекрыли. Или не перекрыли? Вроде бы не перекрыли. Вроде бы не перекрыли. Разметки нет. Все пустынно. Футбола нет. Здесь всегда идеальнейшие дороги. Сейчас стали, наверное, еще идеальнее. Хотят посередине, что у нас практически появляется. Вот как раз, смотрите, ребят, вот сейчас у нас Олимпийская набережная. Раньше вот до этих клумб это все была береговая линия. Прекрасно помню, в шестом году я здесь был. Ну да, сделали шикарную Олимпийскую набережную, где можно так побегать, пробежаться. Но при этом пляжная полоса стала в разы меньше. Плюс, конечно же, построили у нас Эмеретинский порт. И тем самым нарушили естественный, так скажем, рельеф. Естественное течение нарушили. И тем самым у нас пляжи стали немножко, ну, стали вмываться. Конечно, перед каждым сезоном завозится очень много у нас гальки крупной, да, щебенки. Не знаю, как это даже правильно назвать. Но факт то, что пока не уберут у нас этот самый Эмеретинский порт, то такой бардак и будет. Ну, его, скорее всего, не уберут, потому что, например, вот спрашивают, да, почему нет пробок, например, когда проходят какие-то мероприятия, там, по-дому. Почему не перегораживают нас дорогу и так далее. Ответ очень прост, потому что все мероприятия, которые проходят в Нижнеметинской низменности, в основном наша глава и его, соответственно, те же самые собутыльники, шучу, не собутыльники, и вот те же самые министры, все, они передвигаются у нас на чем? Ну-ка, все правильно. По морю передвигаются, на яхте. Поэтому в любом случае, я думаю, что не уберут. Просто небольшие были просчеты ученых и так далее. Здесь, смотрите, мы раньше видели, был отель Tulip Inn. Сейчас его отжали, и теперь он у нас принадлежит Omega Serious Park. Ну, в общем, как бы так. Представляете себе? Притом, это были жесткие федералы и так далее, и даже у федералов смогли отжать. Здесь, как бы, при этом на Красной Поляне у них отель так же остался, и в принципе, ну, как бы, в принципе, его не трогают. Здесь, конечно, тоже все преображается, все здесь делается, да, все делается в лучшую сторону. Ну, как бы, здесь, по сути, поселок, наверное, скорее всего, будет такой, знаете, такой, больше такого образовательного типа, потому что здесь построили у нас и институт еще достраивает. Соответственно, здесь же у нас есть образовательный центр Serious для одаренных детей. Тут же много чего делает. Ну, вполне возможно, что скоро, там, лет через 10 мы будем видеть тех людей, которые будут выпускаться у нас, именно выпускники данных, данного микрорайона Serious, да, где там будет и школа, и детский сад, и институт, и послеинститутское образование, что будет котироваться больше, чем, например, я не знаю, там, чем какое-нибудь европейское образование. Ну, я, как бы, ну, во всяком случае, хочу в это верить. Ну, вот, как бы, как бы так. Сейчас мы как раз с вами пройдем все-таки до этого порта морского. Я вам все-таки покажу, что он из себя представляет. Ну, и вот здесь, вы видите, тоже, да, почти все здесь распродается. Как бы не такой здесь прибыльный бизнес, как хотелось. Очень много здесь у нас свободных площадей, что можно застроить. Ну, и, соответственно, здесь почему-то один прекрасный момент, когда у нас статус получил поселок Serious, у нас резко поменялась кадастровая стоимость жилья. Что это значит? Это значит, что в этом микрорайончике, наверное, уже знаете что? Наверное, у меня сейчас уже, вот, мы сейчас даем, потому что у меня сейчас уже разряется аккумулятор. Поэтому давайте мы будем потихонечку завершать. А я сейчас возьму вторую у нас, и все. Вот он здесь у нас, видите, это у нас эмеретинский порт. Очень много, кстати, занимает места прибрежный. Если бы его не было, наверное, здесь выросли бы какие-нибудь у нас квартирники. Точнее, все этапортирники. Ну, и вот тут мы с вами обратно оказались. В районе парка Южных культур. Тоже раньше был здесь только частный сектор. Здесь была стройка, которая приостановилась. Здесь находятся мельчаки, которые гуляют. Все-таки, да, не зря приехали в Сочи. Наверное, ребят, давайте вот здесь мы с вами потихонечку будем заканчивать нашу экскурсию. В любом случае, если вдруг вам понравилась экскурсия, прожимайте жирнейший лайк. В любом случае, этими экскурсиями я не хочу показать, что я там против всех. Нет, ребят. Просто я считаю, что я ни с кем сейчас не контактирую. И в машине я проезжаю, я как бы, ну, никого из вас не подвергаю, ну, не знаю там, того, чтобы вы можете заразиться. Ну, и я, в принципе, сам тоже, как бы, стараюсь не заразиться. Куда больше заразы сейчас изойти в любой магазин. Как бы так. Хмельная хата. Хмельная хата. Что, ребят, все, будем заканчивать. Вам всем отличное настроение. Спасибо за то, что прожимаете жирнейшие лайки. Вам всем здоровья. И если вдруг видеоролики помогают знакомиться с городом Сочи, прожимаете жирнейший лайк. И пишите, какие бы вы хотели увидеть райончики. А теперь, ребят, всем пока и спасибо за просмотр.